ДЭП, Кожевинный комбинат, завод крупнопанельного домостроения, автобусный парк номер 2, дистанция пути. На ярмарке вакансии специалисты по кадрам ищут соискателей. Пригласили предприятие с самым большим выбором. Сегодня я предлагаю 32 вакансии монтёра пути, ремонтников искусственных сооружений, одна вакансия, слесарь-электрик, одна вакансия, и машинисты железнодорожно-строительных машин. Но это специфические машины, поэтому вообще сложно найти. Но мы их предлагаем, может быть, кто-то и найдётся. Так, на 2500 официально зарегистрированных безработных в городе приходится 1900 вакансий. 1300 из них – рабочие профессии. Ярмарку проводят как минимум раз в три месяца. Главный плюс – у людей есть возможность общаться с нанимателем напрямую. Самые актуальные у нас вакансии на сегодняшний день – это водители автомобиля, автобусный парк. Очень много требуется водителя, они постоянно подают заявку, мы направляем людей. Уборщицы есть, подсобные рабочие, грузчики. На мясокомбинат очень много вакансий, которые с обучением. Если на ярмарке дело по душе не подыскали, добро пожаловать на городскую комиссию по содействию занятости населения. Заседает она два раза в месяц на протяжении всего года. Вся подробная информация есть на сайте горысполкома. Помощь в трудоустройстве – главная задача специалистов. А вот основной итог – направление, с которым соискатель идет в организацию или на предприятие. Дальше выбор за человеком – работать или нет. Комиссия отслеживает непосредственно базу данных, не занятых в экономике. И те люди, которые на сегодняшний момент работают, но они находятся в базе данных, они имеют право предоставить комиссию подтверждение, что они работают. Это документ непосредственно с места работы, справка, либо какой другой документ, который позволяет подтвердить, что на сегодняшний момент человек работает. И тогда он исключается из непосредственно базы данных. Напомним, для не занятых в экономике есть и свои последствия. В основном это касается оплаты коммунальных услуг. Так, до октября такие граждане полностью возмещали затраты за горячее водоснабжение. А уже с 10-го месяца года сюда добавилось и отопление, также по стопроцентному тарифу.